Если не в Москве, а вот где отмечать эту юбилейную дату? Три бывших посла Соединенных Штатов в Украине, Джон Херпст, Стивен Пайфер и Уильям Тейлор, написали обращение к мировым лидерам, мол, поддержите Украину, приезжайте в Киев отмечать. С одним из авторов этого заявления мы поговорили незадолго до этого эфира. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Что вы хотите сказать этим заявлением? Все просто. Война против нацистской Германии была битвой за свободу и справедливость. Поэтому мы не должны праздновать победу в стране, которая ведет войну против своего соседа. Мистер Путин развязал агрессию против Украины. Так что праздновать нужно в столице государства, на которое напали, а не в столице агрессора. А мистер Путин, к сожалению, агрессор. Люди ждут моральной поддержки, но не только. Вот доклад, который подписали восемь крупнейших американских экспертов. Вы один из них. Главный вывод. США должны обеспечить Украину оружием. Почему американская администрация настолько нерешительна? Мы должны остановить агрессию мистера Путина здесь, в Украине. Я не думаю, что президент США это понимает. Мне кажется, он близорук, не чувствует глубины проблемы. И поэтому до сих пор не решил вопрос о поставке оружия в Украину. Но в американском политикуме, в том же Конгрессе, отлично видят, что это касается жизненных интересов США. И я думаю, что в этом году в Вашингтоне будет принято решение о поставке оружия в Украину. Но пока президент его не утвердил. Не кажется ли вам, что мы слишком медленно проводим реформы? Очень у многих здесь, в Украине, ощущение, что прошлый год прошел впустую. Что очень важные шаги не сделаны. Я думаю, что были ошибки как со стороны президента, так и со стороны премьер-министра. Они должны были начать реформы еще до минувших парламентских выборов. А потом сразу проводить преобразования, а не совершать политические маневры. И в этом году необходимо было осуществлять реформы, не дожидаясь давления МВФ. Но я повторю, есть причины, которые осложняют проведение реформ. Я понимаю это. Но иногда политики должны не бояться риска. И в позитивном смысле президенту и премьеру нужно было брать риск на себя, проводя реформы в Украине. Одна из самых обсуждаемых тем на этой неделе – аресты. В частности, во время заседания Кабинета министров. Что вы думаете об этом? Это в определенном смысле показуха, просто шоу. Это не обязательно плохо, но нельзя сказать, что хорошо. Подобное происходит и в США. Когда окружные прокуроры узнают, что богатый бизнесмен сделал что-то плохое, они фотографируются с ним и надевают наручники, когда на самом деле в этом нет необходимости. Важно остановить коррупцию. И если это публичный арест или, например, дело Коломойского, реальная борьба с коррупцией, что ж, хорошо. Но мы пока не видели серьезных шагов против коррупции. Вам нужны реальные действия, а не шоу. Последний вопрос. Я прекрасно понимаю, что трудно давать прогнозы, но, по вашему мнению, нас ожидает стабильный мир или готовиться к очередному нападению? Каким вам видится ближайшее будущее страны? Целью Путина остается дестабилизация Украины, поэтому не стоит ждать длительного прекращения огня. Насколько я знаю, 75 военных погибли со времени перемирия 15 февраля. Это очень много в ситуации, когда огонь якобы прекратили. Путин по-прежнему намерен проводить военные операции для дестабилизации Украины. Он остановится только, если придется платить очень высокую цену за агрессию. Важно, что европейские лидеры несколько недель назад решили продлить санкции. Хорошо бы, чтобы они понимали, помогают Украине, чтобы защитить самих себя. Поставки оружия Киева могут уменьшить вероятность новой атаки России. Путин окажется перед сложным выбором. Или он прекратит агрессию в Украине, или у него возникнут серьезные, очень серьезные проблемы дома. Это тот выбор, который Запад должен навязать России. Спасибо большое вам за интервью. Джон Хербс, посол США в Украине с 2003 по 2006 годы. Спасибо большое за нашим гостям.